Добрый день! С вами Евгений Пироваров, канал на природе. И сегодня я хотел бы рассказать про то, как очистить систему охлаждения автомобиля от всякой грязи, которая там могла со временем накопиться. Для того, чтобы куда-то поехать в путешествие, чаще всего мы используем все-таки автомобили. Их надо как-то обслуживать. Поэтому, в общем-то, расскажу сегодня про такую вещь. Расскажу, как это сделать и в каких случаях вообще это нужно. Потому что для многих автомобилистов эта задача вообще, в принципе, не актуальна. Но многие сталкиваются с необходимостью как-то почистить охлаждающую жидкость, там, антифриз или тасол, смотря что вы используете. Итак, поехали. Прежде всего, когда это бывает нужно. Ну, вы можете посмотреть состояние охлаждающей жидкости. На холодную открыли расширительный бачок, посмотрели. Если там никаких примесей нету, все чисто, то и лезть что-то очищать вам не надо. Если там у вас цвет не тот, можете заменить там жидкость, да, со временем про иглами, то все надо менять. Хотя и многие автомобилисты об этом забывают. Но, в принципе, стоит там хотя бы раз там года в три охлаждайку поменять. Ну, а если у вас какие-то примеси, там, типа, песка, хлопьев и еще чего-то там, то, конечно, надо от этого избавляться. Потому что не ровен час эти все примеси забьют, как минимум, радиатор в печке на большинстве автомобилей. Его тяжело будет поменять. Сложная достаточно процедура. А как максимум, если у вас тонкие охлаждающие каналы в двигателе, то могут забиться и они, а тут уже проблемы совсем другого уровня. До этого лучше не доводить. В принципе, ну, в норме, когда вы обнаруживаете что-то там в охлаждайке, проще всю эту охлаждайку вслить, промыть всю систему дистиллированной водой и залить заново хорошую охлаждающую жидкость. В принципе, ну, это нормальный вариант. Другая проблема, что не всегда это можно сделать. Ну, если, конечно, у вас машина была новая, вы за ней следили, по регламенту все меняли, там все открывается, все сливается, проблем нету. И вам даже думать о фильтрации жидкости не приходится. Другая ситуация, если у вас автомобиль уже куплен БУ после нескольких владельцев, а то есть пробегом за 200 тысяч километров, и тут могут быть проблемы. Ну, с большого круга охлаждения, с радиатора вы на любой машине без проблем сольете охлаждающую жидкость, потому что там, даже если закис этот вентиль, или даже если его нет на радиаторе, снимается на хмуте нижний патрубок, сливается эта самая охлаждайка, вот никаких проблем нет. Хуже бывает с малым кругом, то есть с той охлаждайкой, которая находится в двигателе и в радиаторе печки. Обычно на блоках двигательных стоит специальный краник, с которого можно слить все из блока. Но беда в том, что если машине у вас больше десятка лет, и никто за это время этот краник не открывал никогда в жизни, то с великой долей вероятности, вероятность на процентов 90, и вы его открыть нормально не сможете. Он закис, вот, и когда вы будете пытаться его открыть, он либо не откроется, либо откроется так, чтобы он полностью плотно не закроется обратно. Дальше просто его поменять. Ну, да, хорошо бы, но часть он закипает так, что вы при попытке его открутить, с вероятностью 50 на 50 ломаете этот краник, и часть его остается внутри блока, вот, дальше как повезет, как обломался. Сможете легко нарезать резьбу, закрутить болт в вашей части, не сможете, придется высверливать, проблем совсем другого уровня. Вот, поэтому, когда у вас речь идет о старой машине, как у меня, вот, с моей Калиной, которая 12 лет от роду, то тут уже, конечно, приходится обходиться без слития окладающей жидкости с основного блока. В таком случае, если у вас там есть какие-то примеси, вот, я у себя обнаружу, что что-то появилось там, надо как-то отфильтровать. Когда вы решили отфильтровать охладающую жидкость, у вас первое, вы лезете в интернет, смотрите разные варианты, там куча мнений, в основном теоретически не все проверено на практике, и, в общем-то, ну, вы в этом теряетесь. Поэтому я сейчас расскажу про то, что я успешно применил на своей Калине, что действительно работает, чтобы не искать какие-то вам другие варианты, сделайте, как у меня, все точно будет работать, никаких проблем не возникнет. Фильтр в интернете часто советуют железный, но кто-то делает пластиковый, ставит. Вот, я лично использую вот такой, самый простой, пластиковый фильтр обязательно с отстойником. Он дешевый, стоит сейчас 80 рублей, вот, то есть, копеечные расходы. Вот такие вот фильтра. Сразу возьмите их несколько штук. Долго этот фильтр не работает. Ваша задача поставить один, второй, третий, до момента, когда охлаждающая жидкость очистится, вы увидите в отстойнике, что у вас уже будет не грязь здесь собираться, а уже будет чистая охлаждайка. Вот, потом вы, естественно, эти фильтры убираете, вот, они вам будут не нужны. То есть, ваша задача отфильтровать, убрать грязь. Фильтр на постоянку в системе не требуется, охлаждающей жидкости, да. Убрали грязь, там, поменяли, если вам нужно, при этом охлаждайку, там, антифриз или тасол, и фильтр убрали, после этого собрали систему, как она должна быть, и все. Поэтому, в данном случае, ну, хотя советуют часто железные фильтры, дескать, температуру они держат, потому что охлаждайка в современной автомобиле спокойно до 110 градусов может нагреваться, Ну, проверено, вот этот вот фильтр 110 градусов, по крайней мере, там, несколько дней эксплуатации, он у вас будет держать нормально, проблем не возникнет. Вот, а большего нам и не требуется. Вот, устанавливается данный фильтр, ну, в принципе, в разрез системы охлаждения, но, учитывая, что здесь маленький канал, да, ну, нам надо найти какое-то место, где малый поток будет. В принципе, в интернете советуют поставить на патрубок, который идет, ну, так называемый пароотделитель, но, на самом деле, реально через него идет охлаждайка, вот, узкий, который идет от радиатора к расширительному бачку. Обычно в интернете показывают, как эти фильтры ставят прям вплотную к расширительному бачку, но это не самый оптимальный вариант. Оптимальный вариант будет поставить ниже, чтобы он постоянно находился под... чтобы в нем находился постоянно антифриз или тасол, вот, чтобы не наверху, чтобы не завоздушивать здесь, вот, а поставить ниже. Просто разрезаете патрубок, вставляете сюда. Фильтр, он прекрасно подходит, там 8 миллиметров, здесь то ли 8, то ли 10, но даже десятка налезает проверено спокойно в эти патрубки, и два хомута ставите. После этого ваша задача поездить какое-то время, ну, съездили на работу, с работы, в магазин, с магазина, и смотрите за состоянием фильтра. Залезли, посмотрели, нельзя допускать, чтобы он забился. Если он забился, у вас нештатное давление в системе охлаждения возникнет, вот, категорически этого допускать нельзя. Поэтому смотрим за фильтром. Как только забился, у вас багажник должен быть второй, открутили, поставили новый. И вот за какое-то время вы таким образом добьетесь, что у вас чистый фильтр, после этого его можно убирать, ваша система охлаждения от грязи очищена. Можно после этого поменять патрубок на новый, а можно даже этого не делать. Я вот взял вот такую просто трубку, ну, у любого хозяйственного мужика какая-нибудь подобная железяка в хозяйстве найдется. Требуемое сечение здесь есть, вот 8 миллиметров в данном случае. На точильном станке немножко заточил вот так вот борозды, чтобы просто-напросто лучше потом шланг держался, когда хомуты оден. Ну и в разрез, собственно говоря, там, где мы ставили фильтр, вставляется вот эта трубка, зажимается двумя хомутами и все. Дальше вы спокойно можете ехать, у вас система работает как обычно. Вот, ну и надеюсь, что подобная такая жизненная хитрость вам пригодится. Вот, и в случае чего вы не будете думать, ой-ой-ой, что же делать, а спокойно отфильтруете охлаждайку в автомобиле без каких-то сложных манипуляций. Ну, а с вами был Евгений Пивоваров. Всем удачи, до встречи на природе.